Драбл. 4 выпуск. Драбл. Это полноценный рассказ, который имеет завязку, кульминацию и зачастую неожиданную концовку. Эти 15 драблов прилетели ко мне прямо с родины Ильича, город Ульяновск. Авторы – Дмитрий и Ирина Сильновы. Вы тоже можете участвовать. 15 драблов и вас услышат тысячи. Поехали! Первый. Казачий самурай. Без сомнения, слово «самурай», коим именуют местных рыцарей, имеет русские корни, чему есть доказательства. Во времена правления первого сёгуна из династии Томасаки в окрестностях города Эда появился странный чужеземец. Он был необычно одет, носил бороду и говорил на непонятном языке. На вопрос, откуда он родом, чужеземец отвечал? Так казак я, самура. Поскольку его имя было сложно произносить на японском, незнакомца стали называть Самура. Через год Самура-сан поступил на службу к сёгуну, а все его потомки стали называться самураями. Из книги князя Пазухинского «Моя жизнь в Японии», «Санкт-Петербург», издательство «Пупков» и «Сын на паях», 1888 год. Второй. Отцовское ранчо. Дин и Сэнди стояли неподвижно плечом к плечу, словно превратившись в статуи. Стволы их револьверов смотрели в сторону банды. Воцарилась такая тишина, что было слышно, как с сигары старика Тергюсона упал пепел. Толпа замерла. Между горожанами и верной гибелью стояли лишь два молодых стрелка. Но эта защита, которая поначалу казалась не толще газетного листа, незаметно возросла, превратившись в неприступные стены Форт-Нокса. Первыми не выдержали нервы у хромого Джека, и он дал отмашку своим головорезам. Бандиты вскочили в седло и умчались прочь. Старик Фергюсон в очередной раз, встряхивая пепел с сигары, произнес. «Похоже, в наш город вернулся закон». 3. Социальная справедливость «Может, все-таки не надо?» — прошептал Тимоха, пока Серый обшаривал карманы курток и пакеты, оставленные в гардеробе. «Не скули!» — сквозь зубы отрезал Серый. «По тренингам да мастер-классам ходят только богатые бездельники. Нормальным людям — лишь бы семью прокормить». Довольно хмыкнув, Серый извлек из пакета последнюю модель сотового телефона. «Видал? Знаешь, сколько он стоит? Три моих зарплаты. Могут у честного человека быть такие деньги на телефон? А может, его в кредит взяли?» — не унимался Тимоха. «Если б в кредит, то не бросали бы, где попало. И вообще, мы лишь восстанавливаем социальную справедливость. Все, валим». Четвертый. И ад следовал за ним. Раскользив несколько метров вверх колесами, машина уткнулась в ограждение. Пацифист подошел ближе. Трое в салоне были без сознания. Бритоголовый водитель безуспешно пытался выбраться. Двери заклинило, ремень безопасности застрял в защелке. Водитель отчаянно бил в окно и что-то бессвязно выкрикивал. Из пробитого бака вытекала струя бензина. Лужа разрасталась черным пятном, расплываясь на асфальте вокруг машины. Пацифист достал зажигалку. Крохотный язычок пламени озарил сумрак. «Нееет!» — отчаянно заорал Бритоголовый. Грянул взрыв. Треск пламени смешивался с дикими воплями сгоравших заживо бандитов. Пацифист медленно повернулся и пошел прочь. Земля под ногами горела. А ад покорно следовал за ним. Пятый. Вакцина любви. Открывая заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности города, глава администрации Михаил Павлов в очередной раз заметил, что его пресс-секретарь Игорь не надел антиковидную маску. «Игорь Сергеевич, будьте любезны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы». Глава сделал характерный жест рукой. «А у меня две прививки от коронавируса, Михаил Михайлович», — парировал пресс-секретарь. «Это какие, интересно, спутник Ви?» «Нет, жена и сын. Я ради них живу, а потому не болеть, а уж тем более помирать не имею никакого морального права». Лицо главы администрации позеленело, крыть было нечем. «Ночью снег на улицах убирали, 75 единиц техники», — начал он. Шестой. Граф Лягуш. Мама уже второй час сделала уроки с дочкой. Наконец-то дошли до русского языка. «Мама, смотри, тут задание написать существительные в мужском и женском роде», — пропела Настенька. «Например, медведь-медведица, волк-волчица, а лягушка как будет мужского рода?» «Лягушка», — задумалась Маша, невольно вспомнив свою тройку в аттестате. «Лягушка, лягушка». «Может, лягуш?» — робко предложила дочь. «Она лягушка, он лягуш. Лягуш. А что может быть? Как-то по-французски, что ли? Граф Лягуш. Так и пиши». Настенька уткнулась в тетрадь, а Маша нетерпеливо перевела взгляд на телефон. Вот-вот должен был начаться ее любимый сериал. Седьмой. «Где ваш хвост?» Вика вбежала в автобусный павильон. Она достала телефон, но ее внимание привлекла ворона, сидевшая рядом с урной. У птицы не было хвоста. Вику это почему-то развеселило. «Послушайте, ворона», — обратилась девушка к пернатой собеседнице. «Вас что, кошка не догрызла?» Ворона нахохлилась и укоризненно посмотрела на Вику. Девушке стало стыдно за свои слова. «А у меня пирог есть. Правда, вчерашний будете?» Вика достала из сумки пирожок и положила на тротуар. Ворона осторожно подошла, подхватила угощение и пошла прочь. «Я вам завтра еще принесу», — крикнула Вика вслед. Но больше бесхвостая ворона на остановке не появлялась. Восьмое. Рукоделье для домового. «Ай, маленький, не надо, отдай! Порвешь пакетик, рассыпешь бусинки, не надо!» Все намерения заняться рукоделием разбивались о желании маленького сына Кирюше помочь своей маме. Оля ловким отвлекающим маневром сунула пакетик с бусинками в ворох домашних вещей, лежавших на кресле. Попрыгав, Кирюша потребовал мультики, и мама включила ему ноутбук. О спрятанном пакетике бусин Оля вспомнила только спустя несколько дней. Она кинулась искать его там, где, казалось бы, спрятала, но тщетно. В ходе уборки они с мужем перерыли всю квартиру, но заветный пакетик так и не нашелся. «Не иначе домовой тоже решил заняться рукоделием», – ворчала Оля. Девятый. Дедушкина школа. «Митя, обед стынет, не придешь сейчас же, ноутбук отберу». Семилетний сын пулей влетел на кухню и плюхнулся за стол. «Эх, сейчас нажремся, аж из ушей полезет и в задницу зачешется!» – неожиданно выпалил он вместо приятного аппетита. Ошарашенная мать выронила ложку, и она со звоном грохнулась на пол. «Ты где таких слов нахватался?» – присоединился к разговору отец. «От дедушки!» – смущенно ответил Митя. «Нет, чтоб чему-нибудь хорошему от него научиться», – пробурчал отец, вспомнив своего тестя, отъявленного грубияна и дебошира. «Так ничего хорошего я от него не слышал», – растерянно пробормотал сын и налег на борщ. Десятый. Козочка судьбы. Лена уже добрых полчаса отмывала полки серванта от пыли. Протирая фарфоровые статуэтки, украшавшие среднюю полку, она наткнулась на маленькую серенькую козочку, стоявшую в самом дальнем углу. Фигурку она не видела давно, с тех пор, как они с Димой переехали на эту квартиру. Девушка повернула козочку вверх ногами и обнаружила, что на донышке черным маркером было выведено «Дима». Раньше она этой надписи не замечала. Лена и Дима познакомились в 2016-м, на праздники. А козочку, девушка это точно помнила, купила пятью годами ранее, когда ездила на экскурсию в Казань. «Козочка судьбы», – улыбнулась Лена и пошла варить кофе. Одиннадцатый. На концерте Дмитрия Назарова. «Ты не забыл, какой сегодня день?» – Маша кокетливо улыбнулась Даниилу. «Четверг», – ответил Даниил. На деле он не помнил, чем примечательна эта дата. «День нашего знакомства», – продолжила Маша. «Да ладно», – усмехнулся Даниил. «Мы же познакомились 16 августа в караоке». «Там мы решили встречаться», – поправила Маша, «а познакомились 10 февраля на концерте Дмитрия Назарова». «Ах, этот артист Дмитрий Назаров с усами, похожий он на гусара», – пропел Даниил. «Что-то я не помню, чтоб там впервые тебя увидел. Зато я тебя увидела и решила, что ты будешь мой». Двенадцатый. Хозяйская доля. Кошка Муся обожала играть на балконе. Привлекала ее стайка синичек, которые вечно садились на перила. Если при этом кто-то закрывал дверь балкона, она просила впустить ее дежурным «мяу». Но на сей раз вместо привычного возгласа с балкона раздались лишь непонятная возня и шорох коготков. Леонид выглянул и обомлел. Кошка держала во рту пойманную птичку. «И?» – вопросительно начал хозяин. «Как теперь сигнал подашь? Положи, мяукни, открою». Но Муся, не выпуская добычи из зубов, издала лишь сдавленное «мррррррр». «Ладно, заходи». Леонид, смеясь, приоткрыл дверь. Вечером он обнаружил на своем стуле лапку синички. Кошка поделилась добычей. Тринадцатый. О чем не говорят мужчины. Машина въехала на мост. «Сейчас жене позвоню». Сергей достал телефон. «Алло, родная, я тебя люблю». «Что случилось?» – раздался в трубке взволнованный голос Натальи. «Да не, ничего, все нормально. Едем домой с Виталиком. Уже мост почти проехали. Нам в магазине надо что?» «Нет». «Я все купила». «Давай домой, я ужин готовлю». «Лечу!» – Сергей положил трубку. «Вот ты придурок!» – буркнул с водительского сиденья Виталий. «Разве женам такое говорят? Сразу подумают, что ты где-то накосячил. Запомни! Мужчины о любви не говорят. Они любовью занимаются». Сергей невольно задумался. Четырнадцатый. Вопросы демографии. Аякс. Рослая немецкая овчарка трех лет от роду. Уже добрых полчаса скулил возле двери. А хозяева Кира и Саша не могли решить, кто же пойдет с псом на вечерний променад. «Знаешь, а давай ребенка заделаем!» – неожиданно выпалил Саша. «А что, будет кому с собакой гулять?» «Так-то можно, конечно!» – Кира задумчиво осмотрела в зеркало свою стройную спортивную фигуру. «Хотя...» – это же девять месяцев беременной ходить. «Потом пеленки, памперсы, распашонки, ночами не спать, декрет на три года, воспитывать опять же...» «Ладно, давай поводок!» – сработало. Довольно хмыкнул Саша. Едва за Кирой и Аяксом закрылась дверь. Пятнадцатый. Из России в Москву. За окном сыпал снег. Крупные хлопья липли к стеклу, и сквозь них, преломляясь, словно в граних крупных бриллиантов, мерцали огни. Поезд набирал ход, унося наших героев из старого года в новый. Мерно стучали колеса, вагон раскачивался, словно шлюпка на мелкой морской рябе. «Папа, а ты всегда будешь со мной?» – тихо спросил Максим, повернувшись к отцу. «Конечно, сынок», – отозвался Дмитрий. «Даже если я когда-нибудь умру, я попрошу Бога, чтобы он назначил меня твоим ангелом-хранителем, и буду вечно оберегать тебя. Я очень тебя люблю, папа». Не забывайте оставлять комментарии, потому что именно ваши комментарии, лайки и дизлайки решают, кто же из авторов лучше справился с драблами. Ваши 15 я тоже жду, и вас услышат тысячи. Это были 15 драблов от Дмитрия и Ирины Сильновых, город Ульяновск. Читал Костя Суханов.